Здравствуйте, дорогие друзья! Я доктор Лена Березовская. Я вас приветствую в рубрике «Спроси Елены Петровны Березовской». Тема сегодняшнего видео – это короткая шейка матки. Или то, что в медицине мы называем истмикоцервикальная недостаток. Диагноз, который возникает в основном только при беременности. И такой диагноз, который действительно, которым запугивает, это короткая шейка матки. Его выставляют практически всем подряд. Причем, когда женщина показывает мне результаты УЗИ, и эти измерения шейки матки, шейка матки длина в норме. Отчего же вот такой ажиотаж? Потому что сейчас стало выгодно продавать, что это тоже прогестерон, который назначают всем подряд, якобы при короткой шейке матки тоже. Но хуже всего начали применять писарии. Писарии – это крик моды, это эти такие штучки, которые вводятся во влагалище, якобы для поддержания шейки матки. И на писарях зарабатывают очень хорошее вознаграждение врачи. И вот мы как раз сегодня поговорим о шейке матки. И судя по количеству вопросов, это не просто ответить на все вот эти больше 100 вопросов, потому что я даже об этом говорила в вебинаре на тему короткой шейки матки, в вебинаре по беременности. Там намного больше информации. Шейка матки во время беременности размягчается, она укорачивается в течение всей беременности. Поэтому у женщины могут быть изменения в длине шейки матки, что закономерно. Но если говорить о строении шейки матки, вот немножко напомню, сегодня у праздника у меня есть пироженки. Так вот, если говорить о пироженке потом, но вот если говорить о структуре шейки матки, это вот такой вот, так сказать, разрез матки, так вот, когда врач смотрит через влагалище, через зеркала, вот сюда, он видит только влагалищные части шейки матки, которые не настолько, скажем, длинные. Она может быть полтора сантиметра, сантиметр, может быть два сантиметра. Но основная часть, вот эта часть, которая находится внутри фактически матки, в малом тазлу, поэтому ее не видно во время осмотра зеркала. И когда мы говорим о длиннейшей шейки матки, мы имеем в виду вот эта вся длина, от внешнего зева до внутреннего зева, которая измеряется влагалищным датчиком во время УЗИ. Поэтому мы судим о длине шейки матки, не то, что мы видим визуально, так сказать, при проверке в зеркалах. Мы судим о длине шейки матки только по всей длине с помощью УЗИ. Как раз измерение длины канала шейки матки. Если говорить о шейке матки, вот у меня как раз вот эти пироженки, вот приблизительно такие вот, можно сказать, что вот поверхность шейки матки. И вот это внешний зев, он может иметь разрывы, а это внутренний зев, он ходит в канал шейки матки, практически изнутри из матки. И именно внутренний зев, это замочек, который держит шейку маткой, ну как бы вместе, и не позволяет возникнуть преждевременным родом и вообще потеря беременности. То есть именно внутренний зев играет самую важную роль в вынашивании беременности. Вот этот внешний зев у беременных женщин, он может быть диаметром до 1 см, особенно у рожавших. Да, он может пропускать кончик пальца, даже палец, но этого не нужно делать. Поэтому правило номер один, если вы не хотите потерять беременность, канал вот этот шейки матки, нельзя ничего надеть, ни инструменты, ни пальцы, поэтому руки прочь от шейки матки. Нечего врачу там выискивать, ковыряться и проверять шейку матки, потому что для определения состояния шейки матки, вот как раз разрез, существует УЗИ, и УЗИ как раз показывает диаметр канала, показывает длину шейки матки, то, что нам нужно знать для определения как раз состояния шейки. Шейка может иметь разрывы, рубцы, вот приблизительно как на этом, может выглядеть очень некрасиво, но если внутренний канал нормит, то все будет хорошо. Если он расширен, потому что он тоже поврежден, то такая женщина, конечно же, будет в группе риска по невынашиванию и по такому диагнозу, как истмикоцервикальная недостаточность. Во всем мире, кроме наших стран, истмикоцервикальная недостаточность ставится после потери одной или нескольких беременностей или же после истории с преждевременными родами. То есть никто не ставит обычно при первой беременности, никто не ставит вообще до измерения шейки матки, потому что это неправильно. Потому что я еще раз повторю, что короткие шейки матки могут иметь женщины, особенно повторно родящие, и даже особенно к концу беременности шейка матки может быть полтора сантиметра. Но такая женщина доносит эту беременность до срока и родит в срок, то есть это будет нормально, а не преждевременный род. Что мы учитываем, когда мы можем заподозрить, что может быть какая-то проблема шейки матки. И почему, например, во всем мире не делают бесконечные повторные УЗИ у всех подряд женщин, беременных женщин, потому что мне пишут, жалуются, что типа в Англии, да не только в Англии, в Германии, в Франции, в Канаде, в США. Делать у нас всего 2-3 УЗИ на протяжении всей беременности, никто не запугивает ни в нашей, ни короткой шейки матки. И как же так? И если сравнить даже уровни преждевременных родов, уровни потерь беременности, то в этих странах они намного ниже, чем в странах, наших странах, где просто над беременностью издеваются в реальном смысле слова, потому что вечно лезут во влагалище, вечно проверяют шейку матки, делают бесконечные УЗИ. Так может вот эта вся агрессия как раз и приводит к тому, что беременность нарушается. Нужно задуматься. Так вот, говоря о том, когда мы можем заподозрить что-то неладное с шейкой матки, скажем, если это первая беременность или, скажем, если это повторная беременность, то, что история потерь беременности это одно. Но тоже нужно учитывать, потому что если были пороки развития, если были другие какие-то причины, не связанные никак с шейкой матки, то, естественно, беременность может прерываться, плод может выбрасываться, плод на яйцо может выбрасываться. И здесь нет абсолютно никакой вины короткой шейки матки. Вообще, если говорить о потере беременности, они теряются за счет вот как раз расширения, раскрытия, укорочения и раскрытия шейки матки, только потому, что эта беременность должна уйти, и это не будет что-то плохое. В то же время, когда шейка слабая, когда она не держит, действительно теряется, потому что шейка не выполняет свои функции. Это должен быть анализ ситуации. Но также у тех женщин, которые имели манипуляции, операции на шейке матки, и вот сейчас почти 99% случаев злоупотребляют канизации шейки матки. То есть это вообще самый модный метод лечения шейки матки, его прилагают всем только из-за денежного, так сказать, вознаграждения, потому что это дорогостоящий метод лечения. Канизация – это отрезает кусок тела, кусок шейки матки, кусок мяса, так сказать. И, конечно же, что можно ожидать от такой шейки матки, если еще тем более пройдет какое-то плохое заживление, да, такая шейка матки подвергается, то есть это уже риск к тому, что у такой женщины могут быть проблемы с вынашиванием. Применение диетилсильбестрола в прошлом, сейчас его не используют, тоже влияет на шейку матки, но это в основном, когда мамы беременные девочками применяли вот эти опасные препараты, тоже приводит к нарушению состояния шейки матки, которое потом объединется другими проблемами. Травмы шейки матки, разрывы во время родов, да, если были разрывы, оставлены не зашитые разрывы, но опять же, если разрывы не затрагивают внутрь, не зевшивка матки, может выглядеть очень плохо, но это не приведет к тому, что будут какие-то нарушения. Теперь в плане, как часто мы проводим диагностику и так дальше. Мы выделяем группу риска. Группа риска – это очень важно, потому что группа риска – это то, с которым мы будем работать и делать УЗИ чаще, чем в другой группе, здоровой группе. И вот те факторы, которые я назвала, манипуляция на шейках в прошлом, и также преждевременные роды, потери беременности в прошлом, вот это будет основная группа риска. Да, мы проводим УЗИ обычно 14 недель, 16 недель, не обязательно каждые 2 недели, потому что мы смотрим по состоянию шейки матки. До 2,5 см – это нормальная шейка матки. Она не требует никакого мешательства. Но нам нужно знать динамики, поэтому в группе риска мы можем сделать УЗИ через 2 недели и посмотреть, как укорачивается шейка матки. Из всех методов лечения, которые применяют, существует только 2 эффективных метода. И то, один метод сомнения есть в их эффективности. Первый – это наложение шва в 14-16 недель. Можно и 20, можно чуть позже, но чаще всего, лучше всего накладывать это в ПИО. Логалечные препараты прокастерона, они используются, и много есть на эту тему противоречий. И Песарий, он себя не зарекомендовал, нет абсолютно, нет таких достоверных данных, что он эффективен, наоборот, доказанная эффективность, в том числе при многоплодной беременности. Многоплодный берез – это тоже фактор риска по эсмикоцервикальной недостаточности. К сожалению, у меня ограниченное время, поэтому рассказывать всё не могу. Но, ещё один важный вопрос. Нельзя смешивать 3 или 2 метода лечения. То есть, никто на Западе не использует Песарий с прогестероном, или ШОО с прогестероном, или все три, мне пишут, женщины, которым накладывают ШОО, накладывают Песарий, и потом ещё и добавляют прогестерон. Это малограмотность, этого не должно быть. Итак, на этом я завершаю. До следующей встречи читайте книги по настольной пособии для беременных женщин. Смотрите мои вебинары на тему беременности. Всего хорошего!